день следующий у нас с вами такая балконная локация что при естественном освещении мы с вами по достоинству оценили новый праймер что хочу сказать девчонки по биомике сегодня помыла волосы с этими средствами и шампунь пенится средне промывает с первого раза плохо со второго раза нормально то есть мне понадобилось два раза до чтобы промыть волосы они в принципе блестят да так блестят но жестковат и мне хотелось бы конечно добавить потом какую-нибудь несмывашку что-то такое то есть после самого шампуня волосы жесткие шампунь прозрачный гелевый одушка приятная как бы дискомфорта никакого не вызвал все нормально и мне было важно самом деле чтобы он не пушил потому что последнее время салонке где у нас тоже нет с вами силиконов парабенов он мне пушил прям волосы здесь вроде все нормально пока да еще раз второй помой пока буду ими пользоваться и потом обязательно напишу пост в инстаграм что касается маски бальзама я держала всего две минуты мне кажется потому что времени прям не было надо было бежать если подольше мне кажется будет еще лучше маска ситуацию спасает она разглаживает немножко волосики делает их помягче потом после сушки волос естественным путем с расческой с феном расческа изредка застревал практически не застревал то есть нормально но все равно мне бы хотелось еще на кончике какой-то несмывашку волосы такие немножко жесткие жесткие но вроде блеск немного есть в целом но в целом я довольна да в целом я довольна я ожидала худшего результата поэтому пока нормально вот эти средства имеет место быть но смотрите так как шампунь у нас расход достаточно большой приходится два раза намыливать волосы до голову кожу головы промывать на длинные волосы мне кажется вот этой баночки на раза два я жмурюсь хотя от солнца завесилась солнышко как назло вышло не было с утра поэтому не обращайте внимание на длинный волосы мне кажется раз на два это во-первых во вторых это очень твердый пластик и чтобы отсюда выдавить шампунь приходится прилагать прям усилия это очень неудобно добить до конца его будет прям тяжело так шампунь артикул 127 412 75 маска если у вас волосы нормально не поврежденные вам должна зайти от линейка так как у меня они повреждены мне хочется вот еще что-то увлажняющий какой-то компонент такие они суховатые скажем так но ничего нормально так теперь у нас с вами праймер так как я уже гоняла по делам сначала протрем с вами лицо я возьму тоник инфо даблую я свяжусь протрем лицо и будем наносить с вами праймер смотрела уже обзор на него у всех не у всех а у многих такое неоднозначное мнение екатерина мать из допустим говорила что ей больше понравился для затирания пор он больше матирует этот как-то не особо заматировал но мне кажется она наносила на слишком жирную базу о как хорошо когда на улице такая теплая достаточно погода прям вот этот вот тоник так охлаждает классно так способ применения равномерно нанести на очищенную кожу как самостоятельное средство или как базу под макияж то есть нам можно потом не наносить крем я скорее всего и не буду никакой крем наносить если только spf на места пигментации которые у меня появилась единственный спф в доме который мне оказался это иван 50 плюс он кстати нормальный 6524 код матирующего праймера матирующая пудра комплекса вернает уменьшает выработку сервы длительно матирует кожу стране жирный блеск на руке мне понравилось как он сработал сейчас попробуем как у вас работает на лице так чё сразу на лицо забабахаем мне надо зеркальце я себе плохо сейчас вижу в камеру так зеркало поставила такой розовенький розовенький симпатичный прям красота так одушка приятно хорошо распределяется закупим скользит под руками на веке нанесу тоже будет у нас там как база матирующая достаточно плотный для матирующего продукта он достаточно плотный пока я ощущаю его на коже вот из-за этой плотности я думаю что он впитается и все будет нормально ну как база под макияж я не скажу прямо что прям вот я нанесла его случилось какое-то чудо но лицо гладенькое лицо гладенькое и не подчеркивает шелушение потому что не у меня сейчас есть немножко тут в т-зоне то есть она увлажнилась она увлажнилась и вот потихоньку начинает исчезать вот этот эффект ощущение этого средства на лице то есть я его уже не ощущаю все нормально но она увлажнил но я хочу сказать что фаберлик они все-таки средства матирующие не все довольно щадящие да не то что вы прям нанесли сильно заматировались и капец нет таких средств фаберлик нету к сожалению только от кислородный баланс более-менее меня помню спасал когда была жирная кожа нормально нет все сейчас матируется и уже как бы эффект такой да блюр есть то что вот как будто есть пудра какая-то на лице сверху но в то же время лицо увлажненное она действительно увлажненная и все как бы в этом плане отлично тон ровный мне нравится слушать мне нравится да пока вот мне очень нравится посмотрим как хорошо с ним будет держаться макияж но у меня он и так хорошо девчонки держится поэтому с базы и без базы ничего не могу сказать потому что кожа сейчас по большей части нормально если немножко кушончиком baby face пройдусь я уже в принципе не люблю когда тепло не тональные средства применять ничего но сейчас бывают и покраснение на коже вот эти вот пигментные пятна их конечно хочется скрыть а так вообще прошлом году мне кажется несколько раз за год только пользовалась тональными средствами не больше летом так вообще точно нет никакими кто говорит что эти кушоная наоборот подчеркивают шелушение и поры шелушение во первых надо убирать девчонки прежде чем наносить макияж да вы должны очистить свое лицо и увлажнить его не будет шелушение опоры чтобы затирал мы не просто вбивающими движениями в этих местах потом еще немножко сглаживающими и и все пор не видно они исчезли вот у меня бывает покраснение еще в т-зоне сейчас почему-то во время беременности возле носа прям возле крыльев носа с чем это связано не знаю так легонечко нанесли тонкий слой достаточно уж он лег идеально просто прям вообще вот на эту базу замечательно просто потрясающе пока она мне нравится так новые кисти я сейчас делаю достаточно легкий макияж использую вот такую вот палетку новую до нашу для контуринга давайте для контуринга как раз возьмем кисть для теней она такая большая что она сюда как раз и подойдет набираю средства которые жутко пылит стряхиваем я сейчас одной этой палеткой делаю макияж не сильно броски такого нормального для контуринга это кисть нормально вообще красота нормально тушует на такая неплотно набитая для контуринга для хайлайтера это как раз то что нужно и носик ей будет удобно проработать красота для теней конечно я не знаю но сейчас с вами попробую и для теней все равно единственный момент что все-таки широко придется взять чтобы вот здесь нанести потому что такой будет прям полоса хорошо ложится на кушон вместе с базой пигмент как бы если иногда он у меня пятнил в зависимости от того что на вашем лице да то сейчас нормально все ровненько так теперь румяшки из этой же палетки вот так эти же оттенки я сейчас буду наносить на веки универсальность прошла палетка что это запас все одной палеткой и красота растушуем румян таки достаточно пигментированные у нас с вами и прям как матреха как румян это хорошо легли тушануть немножко надо убрать лишнее ну вот ничего уже теперь я обычно этой же большой кистью наношу эти же оттенки на верхнее веко но мы сейчас с вами попробую вот этой ты совсем как матрешка да чуть-чуть подберем так я беру прям вот этот оттеночек смешиваю с вот этим и на верхнее веко не неудобно она очень рыхлая по мне девчонки мое мнение не изменилось она рыхлая она вся заминается и прям растушевать не айс мне не нравится именно как кисть для нанесения тени для чего она и предназначена мне не нравится для растушевки вернее она заминается просто и все и плохо тушует вообще неудобно мы с вами донанесем деваться некуда на одно веко и на второе не вообще вот видите вот я пытаюсь растушевать она просто из одной стороны в другую гнется не продумано абсолютно не знаю кто это придумал пробовал ли он наносить верни тушевать ей тени прям ужас как неудобно капец нет для этих целей я ее однозначно не буду использовать а нижнее веко попробую прорисовать вот этой кисточкой новая она у нас для чего для нанесения тени по моему да вот это которая тоже не айс на самом деле волоски тут торчат тоже я также смешиваю два оттенка и подчеркиваю нижний веко вот скорее вот эта кисточка удобнее будет тушевать тени нежели той но для меня идеальная кисть для прорисовки нижнего века это вот эта вот малышка из старой версии этот маленький бочоночек вот ей прям вообще супер новые кисти намудрили намудрили испортили если конечно уберут старые и оставят только новые это будет печально все обычно всегда хвалили кисти фаберлик сейчас будет наоборот и ворса пожалели качество оставляет желать лучшего ну ладно нижний веко более-менее даже не знаю для чего эту кисточку можно тоже для хайлайтера приспособить но мы для хайлайтера сейчас с вами вот эту попробуем которой мы наносили тени из этой же палетки набираю хайлайтер вот сюда вот хайлайтер ей хорошо да наносить не переборщишь потому что она такая жиденькая хайлайтер ей хорошо наносить тоже да нормально подбровь конечно лучше той она сплющенная а это прямо у нас с вами широченная его уголок глаза неудобно в глаз попадает потому что так что вот такой мой вердикт в этих кистях девчонки я вам рекомендую пока не пропали старые брать старые кисти конечно однозначно дальше буду делать стрелку карандашом новым из прошлого каталога да коричневым 56 52 артикул мне очень нравится и кстати он не отпечатывается даже без базы остается на месте можно ее растушевать но я не стрелку делаю я делаю межресничку можно тушануть и красота точилка точилка кстати у фаберлик огонь самая лучшая точилка которую я когда-либо пробовала вообще такая острая так круто точит солнышко вроде спряталось сейчас хоть освещение более-менее вам будет видно можно попробовать вот этой кисточкой еще угловатой подтушевать допустим наш карандашик да сделать такой размытую межресничку здорово кстати вот карандашик вот этой кисточкой можно тушевать для этих целей ее и остальным поближе к вам сяду вот этой кисточкой да вот это делать удобно красота прям вообще здорово но все у меня осталось только тушь я пользуюсь сейчас long and strong она меня полностью устраивать я вам уже отзыв на эту тушь давала она прям потрясающе супер и удлиняет но девчонки все равно все равно мискер лучше потому что я заметила вот за этой тушью что мои реснички как-то вот спустя какое-то время вниз опускаются да они у меня в принципе ровные если сбоку посмотреть они у меня не подкручены не подогнуты но достаточно длинные и объемные и вот это вот тушь она их не подгибает до кверху не подкручивает совсем как не старайся они вроде лягут сначала нормально потом спустя час-два не прям как-то вниз обвисают а с мискерл я такого не замечала поэтому все таки наверное следующий раз я приобрету себе мискерл если никакая новинка опять не появится по моему появляется в следующем каталоге или через один но с фибровой кисточкой не с фибровой в общем не с пластикой не силиконовой так она хорошенькая конечно но почему тут реснички вниз опадают от тяжести что ли то что там как-то она видоизменила мои ресницы потому что в ней есть ухаживающий компонент тоже сказать не могу какие были такие и остались ничего чудесного не произошло два слоя туши нанесла и вот смотрите сейчас к свету покажу вам вот такой у меня повседневный в принципе макияж сейчас любимые легкие простой и быстрый и красивый вроде бы все на месте и помадку под настроением нечистое время чем цвет настроение красное все время спрашиваете крест этой помады что у меня на губах чем кет помады иван и старых запасов еще по моему это легенда цвет называется wanted w антед вот wanted вот такая вот помадка по моему легенда точно не помню общем запоминайте wanted и сейчас мы ей накрасим губки вот такая вот такой вот оттеночка на вроде не красная и не коралловая такой вот цвет интересный я иногда ее миксу из какой-нибудь бежевый тоже получается здорово сама по себе достаточно ярко и красиво это матовая помада девчонки вот вот про этот цвет опять куда-то пропадает освещение про это цветы все время у меня спрашиваете иногда я наношу его самостоятельно иногда миксую с каким-то нюдом получается интересные оттеночки сейчас поймаю свет чтобы вам было все видно хорошо такой девчонки повседневный мейкап ну и в принципе все мы все новинки с вами протестили про серию дом фаберлик новый вот это с антибактериальным эффектом я тогда в обзоре каталог расскажу и в пустых баночках ну как бы там что там рассказывать освежитель мне не понравился средства для мытья полов буду тестировать сегодня полы мыть вот посмотрю тогда как она работает вот эти средства неплохие но по завершению тестирование обязательно пост будет в инстаграм кисти не советую праймер понравился на него хорошо ложится макияж и вот сейчас на ощупь лицо очень приятное оно матированное как вы видите да хотя у меня нет сейчас жирного блеска в принципе но я все равно ощущаю что она матированная она матирована и кушон лег прекрасный и все остальные средства тоже легли прекрасно все как бы замечательно если совсем совсем жирная кожа возможно конечно и это не будет спасением но мы должны с вами при жирной коже да и правильно выбирать дневной крем я на этом видео буду заканчивать кому обзор был интересен и полезен обязательно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал впереди нас ждет много интересного ссылочка на регистрацию фаберлик всегда под видео проходите регистрируйтесь покупайте со скидкой я вас всех люблю целую всем весеннего настроения и пока пока